Привет, друзья! Это Маша из Карелии с новым видео о том, как проходит мой обычный день. Правда, именно тот день, который я выбрала для съёмок, немножко отличается от остальных тем, что накануне мой муж с дочкой уехали в город, в Санкт-Петербург по делам, поэтому в кадре будут только я и две Ауси. Недавно мой преподаватель по норвежскому как раз дала мне домашнее задание описать свой день. И я немножко замешкалась, ведь он отличается от среднестатистического дня, сотрудника в найме. Дело в том, что мы работаем на себя, и у нас сезонный бизнес в сфере туризма в Карелии. И это означает, что примерно с апреля по сентябрь мы работаем просто круглосуточно, то есть рабочие процессы никогда у нас не покидают наши головы. А когда наступает межсезонье, то есть это примерно с октября, вот сейчас как раз низкий сезон у нас, мы можем наконец-то позволить себе расслабиться. Ну, несмотря на то, что сейчас воскресенье, то есть номинально выходной день, я всё равно начинаю свой день с того, что наливаю себе кофе, открываю ноутбук, проверяю сперва рабочие чаты, вот, и стараюсь каждый день какие-то рабочие задачи выполнять, вот, ну, потому что рабочий процесс не остановить на паузу, на нас завязано очень много операционных дел. Вот, завтракаю я чуть-чуть попозже, то есть первым делом у меня утро начинается всегда с работы. Вот, завтракаю, кстати говоря, не всегда, вот, но сегодня вот решила приготовить себе яйца, сардельки, в общем, ну, ничего особенного. Ну, наверное, содержание моего завтрака не так интересно. Расскажу немножко про то, какие у меня рабочие обязанности. Я самостоятельно веду соцсети, подбираю контент, пишу тексты, занимаюсь полностью обслуживанием сайта, платёжными системами, системой бронирования, рекламой, контролем работы сотрудников. Ну, то есть, честно говоря, вся операционная деятельность, её контроль, он находится под моей ответственностью. Митя занимается бухгалтерией, всеми строительными вопросами, техническим обслуживанием, глэмпингом, рестораном и так далее. Вот, и сейчас у нас работает некоторое количество сотрудников, их намного меньше, чем в сезон. Ну, сейчас вот у нас 6 человек работает постоянно на хуторе. В сезон это до 20 человек вместе с командой строителей, потому что у нас, честно говоря, нашему бизнесу 7 лет, и все 7 лет мы что-то строим каждый год. Обычно стройка выпадает всё-таки на тёплое время года, хотя пару лет назад вот мы строили ресторан, и строили его именно зимой, очень надеялись успеть открыться к весне, но, к сожалению, задержались, открылись только в середине лета. Но это издержки стройки, так всегда бывает. То есть мораль такая, что сейчас воскресенье, в выходной день, и вроде бы я должна отдыхать, заниматься своими какими-то увлечениями, задачами, но я сегодня планирую поработать. И не только потому, что это необходимо, а в основном потому, что мне это очень нравится. На сегодня у меня несколько задач. В основном они у меня компьютерные, опять же, работа по сайту, какие-то правки внести. И ещё мне сегодня нужно подстраховать девочек-смотрителей. Значит, у нас сегодня заезд, вот, и мне нужно заселить гостей, зарегистрировать их, взять оплату, показать их размещение. Ещё у меня накопились кое-какие бытовые задачи, но я посмотрю по времени. Вот, сильно напрягаться сегодня мне не хочется. Если получится их выполнить хорошо, если не получится, сильно строго к себе. Я не буду относиться. Самое важное сегодня отдохнуть, посмотреть сериальчик. Вот, недавно у меня появилось новое хобби, я начала вязать. У меня это получается достаточно медленно и криво, но доставляет большое удовольствие. Я уже связала шапку, носить её, конечно же, не буду. Так, в кадре у меня сейчас Ауся, одна из двух. Это Вуди, познакомьтесь. А вот это Вивишкин, Вивьен. Один, значит, вышел, другой зашёл. У них такое хаотичное брожение обычно. Вот, они у нас часто на самовыгуле, на самовыпасе, как мы любим шутить. Вот, так, ну я позавтракала и начинаю собираться. Сейчас мы с вами отправляемся в ресторан. Это ещё один наш объект. Там у нас работают сейчас сотрудники, готовят обеды гостям. Вот, и ещё там у нас самый стабильный интернет, поэтому я туда хожу поработать, если мне нужно что-то загрузить, например, в сеть. Вот, но в данном случае я сейчас иду забирать рабочий телефон, вот, чтобы ответить на сообщения в директе. Вот, у меня недавно был выложен рилс с запросом о сотрудничестве по бартеру. На этот рилс откликнулось очень много людей, вот, и эти заявки мне нужно отсортировать, просмотреть работы блогеров, фотографов. Значит, запрос звучал таким образом, что мы готовы пригласить людей по бартеру к нам в клэмпинг, чтобы они поснимали контент, значит, фотографии, видео или опубликовали в своём блоге у нас, то есть сделали обзор на шатры и на дома. Вот, и я откликнулась больше ста человек. Сейчас посмотрим, кого мы будем выбирать. Сейчас вам покажу дорогу от Нижнего Глэмпинга и от нашего дома до ресторана. Путь примерно 500 метров, ну, может быть, 700. Никто не измерял, поэтому точно не скажу. Вот, сперва она идёт по лесу. Собаки сейчас сиганули как раз туда, они там часто гоняют зайцев. Смотрите, какая красота. Уже начались заморозки. Вот, и трава ещё зелёная, а на ней иней. Вот так вот выглядят поля вокруг. Тут у нас есть даже соседи. Несколько домов живёт на хуторе круглогодично. Ну, честно говоря, буквально по пальцам одной руки можно пересчитать. Немножко предыстории. Пару лет назад, когда я была в глубоком декрете, мы с супругом зимовали здесь. Вот, нам было достаточно скучно, мы искали себя, нам очень хотелось реализовываться. Вот, и, значит, на самой высокой точке полуострова стоял старый недострой. Очень непривлекательного вида, портил всю панораму. Вот, то есть старые такие, знаете, брёвна выцвевшие. Недострой выглядел так, как будто ему сто лет. Но на самом деле, при ближайшем рассмотрении стало понятно, что сруб свежий, фундамент надёжный. Вот, и мы это обнаружили, когда на строении появилось объявление о продаже. Вот, нам стало очень интересно, за какую стоимость продают вот это вот сооружение. Вот, и выяснилось, что это очень небольшие деньги. Значит, и у нас на тот момент не было средств. Нам очень хотелось реализовать свои творческие задумки. То есть, вот, знаете, как концепция в голове сложилась. То есть, мы осмотрели здание, поняли, что его очень несложно привести в порядок и что оно очень будет атмосферным. Вот, в итоге мы взяли займ в банке. Вот, и достроили, привели в порядок сооружение. И в ходе строительства сформировалась окончательно концепция. То есть, мы точно знали, что это будет ресторан. И наш партнёр по бизнесу также сказал, что логично будет добавить туда жилые комнаты. И после шести месяцев строительства и реконструкции мы открыли ресторан и гостевой дом, который назвали Маркинсгрёды по названию книги Кнута Гамсуна. Вот, это один из моих любимых писателей. Вот, ну, давайте посмотрим, что у нас внутри. Интерьер общего зала. Обычно он вызывает просто дикий восторг у наших гостей. Вот, тут у нас сотрудники сидят, работают сейчас. Интерьер я весь собирала сама по частицам. Здесь у меня картины маслом, которые писал мой родственник. Значит, кучугунная печь. Очень много всяких элементов интерьера. Антикварных, винтажных. Вот, всё собрано в основном по чердакам наших родителей и по подвалам. Вот, ну, дело в том, что мой папа был реставратором-краснодеревщиком и за свою жизнь собрал очень много уникальных вещей. Вот, все эти вещи, они лежали долгое время и использовались не по назначению. Вот, и когда появилась возможность выкупить вот эту усадьбу, привести её в порядок, у меня в голове сложилась вот такая единая картина. То есть я сперва думала, что интерьеры будут больше в таком винтажном советском стиле, но мне удалось собрать по-настоящему музейную такую экспозицию. Вот, например, старинное пианино, которое, ну, немножко расстроено, но мы планируем его привести в порядок. Зеркало на стене, оно было изготовлено моим папой. Мой отец сделал мебель для музеев. То есть некоторые из его экспонатов, они, допустим, находятся сейчас в Екатерининском дворце в городе Пушкин в Ленинградской области. Вот, и в рамках этого проекта я, грубо говоря, продолжаю его дело. Люблю искать, допустим, на блошиных рынках, на Авито какие-то уникальные вещи. Вот одна из последних моих приобретений, это вот эта печатная машинка, ей больше 100 лет. Я её купила на Авито за 5000 рублей. Так, ну что, я поработала немножко, и сейчас иду обратно в Нижний Грэмпинг. К 16.30 мне нужно будет встретить гостей, которые сейчас подъезжают к нам рассказать, всё заселить. Вот, и после этого я смогу приступить к домашним делам. Из домашних дел у меня сегодня приготовить обед. завтра Кира и Нитя возвращаются домой, и я хочу сварить супчик, чтобы его хватило на пару дней. Вот, и сегодня ещё у меня по плану уборка спальни и детской комнаты. Я надеюсь, что внешний вид этих комнат вас не шокирует, но, как я уже говорила, в этом влоге я хочу показывать жизнь как есть, не приукрашивая, а жизнь с ребёнком она не всегда бывает какой-то там эстетичной. И чтобы всё было по-честному, я хочу вам показать, как выглядит наш дом, когда здесь наведена идеальная чистота и когда здесь проживает ребёнок. Спальня у нас будет первым местом, где мы хотим начать отделку. Для этого уже куплены вот такие вот жалюзийные двери. Они у нас пойдут вот сюда. Здесь будет мой гардероб. Стены мы планируем покрыть гипроком и покрасить в белый свет. Вот по этой стене будет ещё один гардероб. и сверху на потолке у нас планируется имитация бруса, выкрашенная натуральным лаком, то есть вот такого же цвета натурального дерева. Прошу прощения за качество съёмки, здесь просто недостаточно освещения. Люстру я тоже планирую заменить, то есть здесь будет несколько источников света, брау кровати, торшер какой-то, ну то есть чтобы свет был разноуровневым и таким уютным. Давайте покажу вид из окна. Вот так, ну и вот здесь в кадре я начинаю уборку. Начинаю с того, что разгребаю огромную кучу справа и слева от кровати, которая у меня состоит из детских книжек, одежды, грязной, чистой, в общем, немножечко поднакопили. Вот я раскладываю всё по местам и начинаю подметать пол. Могла бы пропылесосить, но пылесос у меня сотрудники забрали, чтобы привести ресторан в порядок. Так, теперь развешиваю бельё. Это, наверное, самое нелюбимое моё занятие, поэтому у нас обычно скапливаются огромные кучи сухого белья. Так, и показываю итоговый результат уборки. Так, ну что, уже наступил вечер, вот, и скоро у нас гости подъедут на заселение, поэтому я сейчас иду на ресепшн, чтобы их встретить. Гости у нас в итоге заехали вовремя, снимать я их не стала. Вот, ну, решила показать вам, как выглядит ресепшн внутри. Здесь у нас обычно кто-то работает. У нас в глэмпинге нету строгого разделения по должностям, то есть все делают всё, а должность у нас называется смотритель. Это человек, который занимается и регистрацией гостей, и уборкой шатров. Так, возвращаемся домой, и я решила провести сегодняшний вечер за вязанием и просмотром сериала. Я тут недавно начала смотреть Last of Us, очень нравится эта тема, честно говоря, зомби-апокалипсиса. Вот, и в плане вязания я сейчас просто тренирую петли лицевые и изнаночные. Изнаночные у меня не очень красивые получаются, поэтому я просто набираю петли и потом распускаю их, вот, и скоро приступлю к новому изделию. Недавно купила у одной из наших сотрудниц описание шапки, то есть описание как бы схемы вязания шапки, и пряжу под это дело, вот, и скоро покажу вам результат, я очень надеюсь. Эту шапку я буду вязать себе на зиму. Ну, и после небольшого перерыва я решила продолжить заниматься своими домашними делами и приготовить супчик для своих родных. Вечером вот этого дня, когда я все снимала, вернулись Кира с Митей, вот, и остаток дня мы провели все вместе за нашими привычными любимыми делами, просмотром мультиков, играми, вот, и так далее. Спасибо вам огромное, друзья, за просмотр. Если понравился такой формат, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь, я буду вам очень благодарна, и увидимся в следующем выпуске.